Вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Вы слушаете музыкой, искусством, такое вот, с одной стороны, даже просветительское, а с другой стороны, интеллектуальное и развлекательное зрелище, и все это произойдет в Digital Art House, кстати, неподалеку от радио, мультимедийное представление таинственное Средневековье. Вот каким образом артисты, которые выступают на сцене, и проекции, которые происходят на экране, совмещаются в одно какое-то вот зрелищное шоу, а вот об этом мы сегодня и поговорим. Да, и поговорим мы с автором идеи, композитором и автором музыки для проекта Арнисом Мэднисом, известнейшим латвийским музыкантом, и директором по маркетингу Digital Art House Вятославом Митеревым. Надо отметить, что вот это таинственное Средневековье, оно являет из себя мультимедийное представление, оживленные проекции, такие вот 3D, можно сказать, иронимуса Босха, наложенные на средневековую поэзию и на приближенную к Средневековью музыку. И Арнис уже с нами на связи? Да, Арнис с нами на связи. Доброе утро. Да, я слушаю. Да, да, да. Я слушаю, Галям. Добрый день. Расскажите, как, в какой момент идея пришла в голову? Что, пожалуйста? Как идея в голову пришла? Расскажите, пожалуйста, поделитесь. Ну да, идея. Идея. Я уже некоторое время назад начал искать какие-то новые вдохновения. И как-то наткнулся на средневековую музыку, которая достаточно интересна, и которой мне была идея соединиться с современной лестонной музыкой, с джазом и роком. Потому что есть очень много схожих элементов, даже в той, как сказать, давней музыке, где есть какие-то роковые ходы, джазовые ходы уже тогда. Тогда, конечно, это никто не называл ни роком, ни джазом. Это просто была музыка тогдашняя. И у меня идея, когда я увидел прекрасные эти, очень впечатляющие проекции. Во-первых, я когда был, ну, намного помоложе, еще учился в консерватории, мы тогда все студенты, все, как сказать, увлекались и смотрели. Были такие книги большие. И тогда появились уже с картинами Хронима Боша, с Салвадор Дали, такие, ну, непонятные, тоничные там такие образы. И это как-то в то время очень-очень так взбудоражило. Потому что, ну, вокруг был тогда Советский Союз, где все были строители, коммунисты там на картинах. И вдруг там такие странные какие-то образы в Хрониме Боша. И когда я увидел Бигда Латхаус, что у них такие, ну, абсолютно, ну, такие проекции, которые на стенках, на полу, на потолке. И мне сразу, сразу, сразу возникла идея, что это надо соединить с музыкой, с живыми музыкантами, средневековыми инструментами и движениями. И тогда, и тогда я начал сочинять музыку, в которой есть два, два составляющих элемента. Один это средневековые интонации и инструменты, которые, которые музыканты использовали в средневековье. Там такие названия, как Корнамус, Лаута, Кобоза, например, ну, кто, может быть, знает. И я это постарался соединить с современными синтезаторами, с диджитал-драмцами и все таким, да. И музыку я сочинил, я нашел средневековый, средневековый поэт, называется архипоэта такой. И я эти тексты, знаете, эти тексты сочинил музыку специально для этого. И соединил там три элемента, значит, одна, это мы музыканты на сцене, потом, и плюс еще там около сцены выступает, есть в Латвии группа средневекового танца, Балары называют там. И они вот с этими движениями и вместе с этими проекциями, которые тоже движутся на стенках, на потолке, на полу. Ну, это все, ну, это что-то, ну, это новое, да. Как это понравится публике, мне трудно сказать, потому что это новое такое, ну, я как бы, как бы всех, всех бы, ну, приглашал бы прийти 5 августа посмотреть, как бы, это новое какое-то мультимедийное спектакль такое. Которое сейчас начинается, мне есть еще идеи, разные темы, которые вместе с Биттер Латхоу делать, и это, мы хотим создать новые, новые, если можно так сказать, развлечения, это мультимедийное, такие шоу такое, да. Арниса, ведь я думаю, что многие сразу же, когда они услышат о том, что средневековая музыка в современных ритмах, сразу же вспомнят Но вот будет ли это похоже что-то на Энигму или электронное, или это будет более роковое звучание, или более аутентичное? Нет, ну, это, ну, между мной и Мишелом Криту большая разница, и это не будет похоже. Ну, это может быть в том смысле похоже, что там я и Мишел Криту, но Мишел Криту это продюсер Энигмы. Мы соединили средневековые элементы с современной музыкой, но каждый по-своему, каждый, ну, по-другому это все. Так что, ну, какие-то, ну, может быть, схожие элементы, можно вообще в музыке много чего найти. Я думаю, там вы услышите и рок, и джаз, и все такое в этой музыке. Так что, такое есть, да. Ну да, в каком-то смысле музыка Энигма достаточно однообразна. Нет, ну, Энигма очень интересный проект. Ну, Энигма, во-первых, по языку, у меня все на латыни. У меня на латыни, на, 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 агрина, агрина, как это сказать, агрина, видослайк. Раннее средневековье. Ранее средневековый латынский, латынь, да, да. Видимо, у нас... Ну, я думаю, что это надо прийти, это по телефону, не по телефону, ни по какому другому средству связи. Я это не могу передать, рассказать. Это надо обязательно, если кто заинтересовался, прийти 5 августа. Билеты можно купить прямо на хоумпейдже Digital Art. Ну, я думаю, эти подробности нам как раз Святослав и расскажет. Да, да. Да, спасибо большое, Арнис. Я надеюсь, что, может быть, можно ожидать, что будет продолжено это сотрудничество какими-то и новыми проектами, потому что не только музыка средневековья. Это первый начальный проект, который такой мутимый, мутимый шоу, да. Ну, это с этим не ограничиться, будет еще, но это начало сейчас. Мы хотим... Потому что все, что делает бич, латко, это очень новое что-то интересное, и я как бы тоже ищу какие-то новые формы для музыки и для шоу, да. Хорошо, спасибо. Хорошо, следимся 5 августа. Обязательно. Арнис Мэндис, композитор, автор музыки проекта, был с нами по телефону, а в студии у нас находится директор по маркетингу Digital Art House, этой платформы, бывший кинотеатр Пионерис, если кого-то смущает современное название, Святослав Митрев, доброе утро. Доброе утро. А как решились на такой эксперимент, теперь вы, давайте, признавайтесь. Смотрите... Раньше просто картинки поставлю. Фонограмму, шоу, музыку. Да, бар работает, картинки проецируются на все поверхности, ну, в общем-то же винит уже. А тут надо репетировать, писать музыку, приглашать людей, все это еще помноженное на ковидные ограничения. Главная боль сплошная. Ну, смотрите, Digital Art House, это вообще, в принципе, мы называем его пространство, где оживает искусство, и где человек может погрузиться в иммерсивное искусство с головой. И чем лучше человек погружается, тем больше эмоций он обретает таким образом. То есть, если у нас и так, получается, как бы шла выставка Босха, она запустилась еще с сентября 2020 года, в это странное, как раз, как и в Средникове, тоже было время, и она, в принципе, как бы сама по себе погружает, действительно, там колонки, там 360 звук, 360 изображения у нас, то есть, это удается сделать при помощи 20 проекторов и десятка колонок в зале в одном только. Первое время, чем мы просто сразу... Скажем так, этот проект появился немного ранее. Вот, и когда к нам приходят люди творческие, горящие, с горящими глазами что-то с нами делать, мы их с удовольствием обнимаем буквально, да, и, как правило, делаем с ними какие-то партнерские проекты. Ну, поскольку, собственно, такие люди являются движителем, двигателем искусства, да, то мы вот прям, ну, хотим их притягивать, и спасибо большое Арнису за такие прекрасные слова, и что ему уже хочется с нами работать и снова, после этого даже проекта, да, вот, и получается, что мы притягиваем людей, и мы хотим это делать. Вот, вы спросили про... Ну, почему, действительно, почему такая сложность, то есть, здесь же требуется гораздо больше вложений с музыкантами, с танцевальным коллективом. На самом деле, логика очень простая, в грубой форме достаточно упрощенной она прозвучала в виде вопроса, могу расшифровать более сложно. Год, все сидели без денег, без работы, все сидели в режиме максимальной экономии, и тут вдруг появляется Арнис, совершенно сумасшедшая идея, говорит, ребята, давайте мы еще привлечем музыкантов, человек пять, танцовщиц, человек пять-шесть, с костюмами, со звуком, со светом, вложимся в это, и с вашей стороны звучит ответ, «Арнис, как интересно, да, конечно, давай это сделаем». То есть, вы решились, в прямом смысле, вопрос, почему вы решились, и следующий вопрос, как много времени занял процесс подготовки. Если 5-го числа премьера, или, кстати, еще один вопрос, это премьерный показ или единственный показ, и сколько потребовалось времени, учитывая все ограничения, в которых до сих пор мы живем, сложить этот проект вместе со всеми репетициями? Да, понятно. Значит, все просто. Если к нам приходит человек, творческий человек работать в партнерстве, мы, как правило, все делаем, мы просто, получается, предоставляем ему помещение вместе с нашими техническими вещами, то есть, проекторами, звуком и так далее. И благодаря… Собственно, на этом этапе мы никаких вложений не делаем, но получается, что в итоге мы уже этот проект составляем, он рождается в процессе, он рождается в процессе какого-то времени. Что касается репетиции, сколько было репетиций, допустим, или сколько Арнис потратил времени, ну, это скорее вопрос к нему, вот про сочинение, это вопрос к нему, репетиция была пока что всего одна, но она была целый день. То есть, профессионалы, прям как бы они могут вот так вот потом собраться один раз и сделать за целый день, ну, там реально был целый день. Вот, и он был вот как раз под уже вот эти проекции нашей выставки «Еронь-босх» «Аллегории тайной знаки», так мы её называем, эту выставку, вот, которая идёт вот до ещё сентября. Вот, то есть, в принципе, это такое добавление, и очень веское, кстати, добавление к вот этому и так инмерсивному проекту, он становится ещё в сто раз инмерсивнее. То есть, можно ли сказать, что вы выступаете как бармены, которые смешивают ингредиенты и получают совершенно новый продукт? То есть, есть выставка просто картины «Босха», есть выступление музыкального ансамбля, есть музыка Арниса Мэдниса, вот это всё как бы соединяется, и зрителей ждёт и вот эти картины, и сопровождение каких-то, действий на сцене. Да, совершенно верно. Так получается, что мы некий такой, ну, блендер, который всё это замешивает. Как раз, собственно, Арнису, наверное, спасибо, что он это всё вместе и замешал, да. Но мы, ну, как бы это всё, мы в помещении, где это всё происходит, мы техническое помещение, мы, собственно, верим, то есть, мы тоже эмоционально погружаемся в эти проекты сами, и поэтому получаются такие партнёрства. Вот, и всё это, да, мы действительно смешиваем, как бы, да, ну, помимо того, что мы ещё свои вещи какие-то создаём, да, вот в данном случае это работало так, да, сработало. А какие вещи вы ещё свои создаёте? То есть, что-то новое нас ожидает, новые выставки готовятся? Совершенно верно, да. Вообще, у нас уже, через нас прошло уже несколько выставок, сейчас могу, наверное, ну, штук шесть или семь. Вот, причём началось это всё вообще в 19-м году на Домской площади, если вы помните, там стартовала очень успешная выставка «Великие модернисты», и только она шла тогда. Вот, прямо на Домской площади «Дом-1» это был невероятный успех, через нас прошло там порядка 70 тысяч человек, посетителей. Это, ну, для Латвии, конечно, это как бы большие цифры. Вот, и после этого, как бы, не как бы, поверили в проект и переехали уже на постоянное место жительства, вот как раз про то, что говорил Александр на «Сколос-2». Вот, а после этого были ещё несколько выставок, мы добавляли постепенно там Ван Гога, Клинта, и каждый раз, когда мы что-то добавляем, это, естественно, нужно адаптировать сильно под наше помещение, там иногда производить почти с нуля. Вот, даже и касаемо вот этого «Иронима Боска», мы сами тоже как бы ещё и сняли про него документалку, которая идёт перед этой выставкой. Вот, так что, в принципе, как бы мы действительно, ну, как бы мы производители. Вот, и это не единственное, чем мы занимаемся, да, то есть если говорить про вообще формат нашего помещения, то это не только как бы вот эти выставки, мы ещё сейчас открываем новый зал, а, да, и про новый я ещё должен был рассказать, да, мы открываем новый зал, буквально с 15-го числа уже новый зал открывается, вот новый зал сейчас открывается с фотовыставки «Елена Белоуз», вот, и добро пожаловать. А что в этом зале будет, только фотовыставки, или тоже какие-то диджитал? И вот опять мы здесь блендеры, там, да, там будут фотовыставки, как, ну, физические, да, висящие на стенах, иногда мне приходится даже это для себя, ну, как бы объяснять, да, потому что мы, в основном мы диджитал, да, и иногда мы пробуем соединить диджитал и фиксикл, да. Вот, вот это тоже соединение, соединение, вот эти картины висят в помещении в новом, там, как бы, пол зала, это вот проекции, пол, половина, то есть ощущение, как будто ты надел вот VR-маску, допустим, виртуальной реальности маску, и смотришь, вот, ну, там, немножко поворачивая голову вправо-влево, да, то есть, вот пол зала, как бы, с проекциями. И это мы совместили с физической выставкой фотокартин Елены Белоуз. 15 число, это буквально завтра, надо отметить. Вот, да, действительно, завтра, да. Нам уже показывают, что время завершается, наверное, ещё раз для наших слушателей напомним, что пока единственное, да, 5 августа будет представление, но есть надежда, что если будет всё успешно, ещё... Да, значит, пока что 5 августа единственное, но совершенно ничто не мешает, если проект успешен, его продлить и повторить, тем более, что выставка Бос у нас не снимается, а добавляется ещё одна новая выставка Леонарда, скорее всего, она появится, Леонарда Винчи, которая появится к концу июля. То есть, это тоже близёхонько. Я уверен, на самом деле, что 1-5 августа вы не обойдётесь. Открою небольшой секрет. Мне посчастливилось побывать на генеральном, ну, не генеральном, на одной из репетиций, на короткой её части. И это, я вам, друзья мои, скажу, завораживает. Итак, напоминаю, мы беседуем о том, что состоится 5 августа в Digital Art House на Сколос 2. Беспрецедентное событие, мультимедийное представление «Таинственное Средневековье», в котором картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» помножены на специально написанную музыку у замечательного нашего композитора Арниса Мэдниса. И об этом мы беседовали, собственно, с Арнисом Мэднисом и директором по маркетингу Digital Art House Святославом Митеревым. Огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Заходите ещё. Приглашайте ещё. Рассказывайте о своих новых выставках, а они того стоят. Хорошего всем дня. Радио Болтком продолжает своё вещание. Микс Ньюс ЛВ вообще никогда не прекращает свою работу. Остаёмся друг с другом. Радио Болтком Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok